Развитие местного самоуправления, предоставление участков работникам лесхозов, легализация продажи алкоголя. Эти вопросы сегодня рассмотрели члены кабинета министров. Подробности в следующем материале. В закон, регламентирующий работу муниципальных властей, внесут коррективы. Это обсуждали члены президентского совета по развитию местного самоуправления. Глава республики отметил, что в ближайшее время на федеральном уровне намерены принять статус сельских старост. Будут поддержаны региональные программы создания комфортной городской среды. Президент своим поручением дал нам всем соответствующие указания. В течение 2018-19, 2020, 2021, 2022 года все это должно присматриваться. Мы сейчас как раз, Александр, я пришаю к вам, рассматриваем над параметрами бюджета на трехлетний период. И следующее, увеличение срока давности привлечения к ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории. Потому что этот документ уже руководство для действий. В республике продолжат наводить порядок и в сфере оборота алкоголя. Чтобы максимально легализовать этот рынок, предприниматели обязали подавать декларации, в которых прописаны объемы реализованной продукции. Тем, кто нарушит принятый порядок, грозят крупные штрафы. По результатам 2016 года у нас за непредставление декларации о реализованной продукции было административно привлечено 41 лицо. На сумму более 600 тысяч рублей. В текущем году это 9 лиц уже привлечено. И задача наша сейчас на потребительском рынке работать, убеждать, где качественная продукция продается, где некачественная продукция. Где какие-то риски используются. Члены правительства внесли и корректировки в бюджет региона. Основные суммы это 20 миллионов на инициативное бюджетирование и 5,7 миллионов рублей на снос и ликвидацию объектов недвижимости, подлежащих списанию, которые составляют казну Чувашской Республики. Рассмотренные проекты должны утвердить депутаты Госсовета. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова